Глубоко уважаемые коллеги, прежде всего, разрешите меня поблагодарить за то, что меня пригласили выступить на этом форуме. Мы, к сожалению, очень редко встречаемся с детскими нейроонкологами, тем более мне очень приятно поделиться нашим опытом в плане обследования именно детей в нашей лаборатории, которой мы занимаемся, в общем, уже достаточно долгое время. Особенности ПЭТ в детской нейроонкологии включаются в то, что, во-первых, у детей ПЭТ используется существенно реже. Это касается не только позитронной эмиссионной томографии в нашей стране, но и за рубежом. Публикации, по крайней мере, по ПЭТу у детей с опухолями ЦНС их крайне мало. Кроме того, есть ограничения по возрасту, связанные в основном с разрешительными документами ПЭТ-центра, потому что есть ограничения по возрасту детей, которые мы можем брать из-за того, что исследования должны проводиться под наркозом. Например, в нашей клинике мы можем брать детей только после трех лет, потому что имеем лицензию на обследование детей старше трех лет. Соответственно, меньших, маленьких детишек брать мы не имеем права. Это именно связано с проведением наркоза. У детей, конечно, более строгие показания к проведению ПЭТ-исследования, потому что исследования связаны именно с лучевой нагрузкой. Поэтому мы не можем им делать столько исследований, сколько мы можем делать взрослым. В редких ситуациях у детишек, когда сложно вводить препараты, учитывая, что в основном мы смотрим детей при мониторинге лечения, допустим пероральный прием препарата. Это, конечно, не самый лучший выход, но, тем не менее, пероральный прием радиофарм препарата возможен, и результаты получаются практически такие же, только несколько меняется методика. Исследование выполняется позже, чем после внутривенного введения. Ну и, возможно, исследование головного и спинного мозга у этих детишек. Ну вот статистики, меня просили привести некую статистику, к сожалению, как бы специально мы не введем статистику по детям. Ну вот я посмотрела за 2017 год, у нас было за первые полгода посмотрено 275 детей, но это до 20 лет. Если мы будем считать до 15 лет, то 202 ребенка. Ну, понятно, что маленькие дети – это гораздо реже мы смотрим из-за сложности самого исследования необходимости наркоза. Но дети, которые от 6 до 15 лет, примерно распределяются одинаково. Если за прошлый год мы посчитали по данным фонда «Подари жизнь», который активно сотрудничает с нашей лабораторией, вот было посмотрено 192 ребенка, и мы видим, что преобладают в основном те дети, которые к нам приходят второй раз. Не первый раз, а второй. За исключением детей раннего возраста, у которых, в общем, обычно ограничиваются одним исследованием, если это возможно. Что еще по особенностям «Поддиагностики детского возраста» можно сказать? Что, в принципе, характеристика сопротенториальных глиальных опухолей у детей не отличается от взрослых, и мы используем те же критерии. А разработка ПЭТ-семиотики опухолей детского возраста, она, конечно, очень ограничена, вследствие в основном того, что дети не поступают к нам на этапе первичной диагностики. Обычно это ограничивается данными МРТ, потому что если планируется операция, то гистологический диагноз будет все равно получен, и ПЭТ в этой ситуации только лишняя лучевая нагрузка на ребенка, так сказать, сложности обследования. Поэтому в основном, конечно, дети к нам приходят на этапе мониторинга лечения и преобладает интерес врачей именно к метаболическому статусу уже пролеченной опухоли. Первичная диагностика все-таки, что она включает? Это уточнение опухолевого генеза поражения, обнаруженное МРТ при отсутствии четких показаний к оперативному лечению, то есть когда у нас какое-то очень диффузное поражение или какое-то очень необычное поражение на основании черепа, внемозговое поражение. Вот недавно мы смотрели, просто не могу поделиться, ребенок, у которого было явное внемозговое образование вдоль ската расположенное, сконтрастируемое, даже его убрали биопсию, на биопсии получили мозговую ткань, в общем, было непонятно все-таки, что это такое, а у ребенка в анамнезе было инородное тело с менингитом, в шею воткнули проволоку, и, в общем, после ПЭД, после компьютерной томографии удалось установить, что это было инородное тело с грануляционной тканью вокруг этой проволоки, остатка проволоки. Ну вот в таких случаях тоже иногда используется на этапе первичной диагностики для дифференциации. Иногда, если биопсия у нас была не диагностическая, то тогда тоже можно попробовать сделать ПЭД. Уточнение биологической агрессивности опухоли под большим вопросом обычно не используется. Уточнение гистоструктуры – это только для глиом, для остальных опять под вопросом, потому что нет такой четкой семиотики. Ну и уточнение распространённости глиома, которая очень широко используется для взрослых. Но у детей обычно преобладают всё-таки узловые формы, немножко всё-таки другая структура опухоли, поэтому всё-таки наша первичная диагностика очень ограничена у детишек. Я немножко хотела остановиться на особенностях метода ПЭД, только потому что очень часто спрашивают, задают лечащие врачи вопрос, а почему вы не можете посмотреть образование 1 мм, 2 мм. Поэтому, так сказать, обращая внимание на технические особенности метода ПЭД, у нас используются позитроны, излучающие изотопы. Эти изотопы, они, так сказать, вылетая, сталкиваются с электроном, в результате ещё образуются два гамма-кванта, которые детектируются в системе детекторов томографа. Но в тканях вот этот позитрон имеет определённый свободный пробег, который зависит от используемой изотопа. Вот для фтора это порядка 3 мм, для углерода 11-го это порядка 4 мм, и вот на этот свободный пробег мы никак повлиять не можем. Поэтому именно пространственное разрешение ПЭД вот и ограничено этим свободным пробегом позитрона в тканях. И хотя производители томографов говорят, что они пытаются убрать это, уменьшить пространственное разрешение до 2 мм за счёт математических алгоритмов реконструкции, но в реальной такой ситуации всё-таки наше пространственное разрешение порядка 5 мм, и уменьшить его существенно сложно. Мы работаем с препаратом метионин, который помечен 11-м углеродом с периодом полураспада 20 минут. Это, в общем, препарат естественной аминокислоты и в организме повторяет путь своего, так сказать, естественного метаболита. Накопление этого препарата происходит путём активного транспорта метионина в клетку. Это не специфический туморотропный препарат, то есть это скорее метаболический радиотрейсер, и его накопление в опухоли коррелирует с плотностью клеточной, с количеством сосудов, иногда его рассматривают даже как суррогатный маркёр ангиогенеза. Ну и главный недостаток, естественно, этого препарата – это короткий период полураспада углерода 11-го, что требует наличия циклотрона и радиохимической лаборатории в единой комплексе спецкамеры. То есть мы не можем его купить в каком-то другом центре, в отличие от препаратов, которые помечены в тором. Оценка ПЭТ-изображений включает визуальный анализ, и нам обязательно нужен какой-то ещё количественный показатель, который бы отражал интенсивность накопления метионина. В качестве такого количественного показателя мы используем индекс накопления, когда накопленная активность опухоли делится на контролатеральную кору. И базовое положение всей ПЭТ-диагностики в онкологии базируется на том, что опухолевая ткань характеризуется повышенным накоплением метионина, в отличие от всех других тканей, которые этот метионин не накапливают в повышенном количестве. И это повышенное накопление позволяет говорить о том, что те изменения, которые мы видим на МРТ, носят опухолевую природу, как на данном слайде, мы видим диффузное поражение передних отделов больших полушарий с повышенным накоплением метионина. Это диффузная глиома больших полушарий с признаками анатлазии. Здесь я привела пример ребёнка, у которого, несмотря на такое большое поражение с контрастным усилением локальным, тем не менее биопсия оказалась недиагностической. Ну и по этому поводу была выполнена позитронно-эмиссионная томография. Мы видим большое поражение с высоким индексом, с наличием некроза, красная стрелочка у нас обозначена, с наличием даже очага от сева опухоли, что говорит о том, что это поражение глиобластома. Но вот, в принципе, чувствительность ПЭД в диагностике злокачественных опухолей от доброкачественных примерно 80%, но взрослые – это относится ко взрослым опухолям. По детям, я сказала, просто нет опыта первичной диагностики. Главным образом мы занимаемся мониторингом лечения на всех его этапах. После операционного мониторинга здесь очень много говорили по поводу МРТ. Я просто скажу, что для детей в основном после операционного мониторинга мы используем, естественно, для оценки полноты резекции опухоли, иногда для оценки остатка и необходимости повторной операции, чтобы достичь тотальной резекции. У взрослых показания включают еще в основном оценку остатка опухоли, потому что ее метаболический статус меняется, это используется как некий референс для дальнейшей адъюантной терапии. Но у детей мы не можем выполнять стопы по этой исследовании, поэтому у детей это чистая оценка, конечно, радикальности. Ну и вот здесь пример. Мы смотрели больного, поставили ему продолженный рост, вот мы видим здесь очаг повышенного накопления метианина, и мы убежали совершенно куда-то. Мы видим очаг повышенного накопления метианина, который нам здесь показывает продолженный рост опухоли. И после операции часть этого очага осталась, вот мы видим, то есть часть убрали, это хорошо видно на фронтальных изображениях, а часть осталась, то есть резекция была парциальной. Ну, а главная проблема, конечно, больных – это продолженный рост опухоли и его диагностика своевременная, потому что признаки МРТ не всегда специфичны и для взрослых больных, и для малышей. Главные, так сказать, биологические механизмы прогрессии можно свести к двум. Это инфильтрация, то есть непрерывный рост вдоль нервных волокон, и диссеминация, то есть метастазирование по ликварным путям, по перевоскулярным щелям и так далее. МРТ-признаки прогрессирования включают у нас нарастание или появление контрастного усиления, а также изменение зоны измененного сигнала на увеличение на флайер в взвешенном изображении Т2. Но теми же самыми изменениями могут характеризоваться и неопухолевые поражения, которые возникают после лечения, лучевые поражения, ишемия, химилучеволейка, энцефалопатия, глиомезодермальные рубцы, смарт-синдром и так далее. При ПЭТ мы можем различить продолженный рост, лучевые поражения, а также пытаемся всё-таки выделить ещё некую третью группу, которая включает сочетание опухоли и лучевого поражения. Они отличаются по индексам накопления метианина. Соответственно, продолженный рост – это высокий индекс накопления, лучевое поражение в идеальных ситуациях не накапливает метианин, как неопухолевое поражение. Но и сочетание опухоли и лучевого поражения характеризуется некими промежуточными цифрами накопления. Ну вот характерный пример продолженного роста опухоли, когда мы видим очаг контрастного усиления в полости, послеоперационной полости, этот очаг характеризуется высоким накоплением метианина, который визуализирует, что это опухолевая ткань и продолженный рост опухоли. Другая ситуация, когда после операции, через месяц после лучевой терапии у ребёнка появляется вот такой вот очаг контрастирования, который совершенно не накапливает метианин. И в течение 21 месяца наблюдения этот очаг становится стабильным. Мы видим только кистозный такой вот очаг с контрастированием стенок. Я уже даже не стала приводить результаты ПЭТ, они тоже были стабильны и негативны. То есть это, по сути дела, у нас лучевое поражение, даже можно сказать, это псевдопрогрессия, потому что это всё развилось через месяц после лучевой терапии. Ну вот рок-анализ показывает, что у нас пороговое значение, которое отграничивает продолженный рост опухоли от изменений, вызванных лечением, составляет примерно 1,9, то есть для продолженного роста опухоли индекс должен быть выше, чем 1,9. Специфичность метода при этом 96%, но, к сожалению, похуже чувствительность, именно связанная с сочетаниями опухоли или небольшими очагами продолженного роста. Ну, на картиночке представлены два похожих кистозных очага, но в одном случае мы видим, видите, кистозные очаги, они очень похожи, но в одном случае мы видим здесь такой солидный компонент, который даёт высокое накопление метианина 1,9. Это продолженный рост опухоли, а в другом случае такой вот кистозный очаг, очень низкое перифокальное накопление метианина с индексом 1,3. Мы эту больную наблюдаем уже 6 лет, у неё такой стабильный очаг, то есть это такое вот лучевое поражение по типу мыльного пузыря. Ну, вот я уже говорила, что вообще очень важно для глиальных опухолей оценить её распространённость, особенно при продолженном росте, потому что от этого зависит выбор лечения. Но мы выделяем примерно 4 паттерна прогрессии глиома, это локальные, диффузные, дистантные и мультифокальные, в общем, они всё понятны. Для лучевых терапевтов иногда удобно выделять другие паттерны. Внутри мишени облучения, краевая локализация и вне мишени облучения. Если мы посмотрим, наш очаг повышенного накопления метианина очень чётко отвечает на вопрос, какой паттерн роста глиомы. Вот на этом слайде мы видим, что повышенное накопление у нас распространяется не только от послеоперационной полости на достаточно большое расстояние, но и имеются так суперпендимарные отсевы в задних отделах желудочка и в передних рогах боковых желудочков. То есть, по сути, это мультифокальный паттерн продолженного роста. А у этого больного множественные очаги контрастирования позволяли думать о том, что у него всё-таки может быть мультифокальный рост с метастазами, но наше повышенное накопление очень чётко показывает, что это единое образование, которое к тому же распространяется через колено мозористого тела, его передние отделы и в другое полушарие. Таким образом, если сравнить результаты ПЭТ и МРТ, имеется очень частое расхождение между данными ПЭТ и МРТ. Очаг контрастного усиления, как правило, меньше реальной величины глиомы, а зона гиперинтенсивного сигнала не совпадает с накоплением метианина, потому что она частично отражает инфильтративный рост, а частично она может показывать лучевую лейкоэнцефалопатию. И ПЭТ поэтому обладает более высокой точностью в контурировании границ опухоли. Как я говорю, в основном глиальные нам опухоли попадаются. Для медулобластом, конечно, анапластических, и пентимом характерен более узловой тип роста. Вот этот пример роста опухоли за пределами мишени облучения, когда была опухоль перених отделов мозолистого тела, облучили химиотерапию, и опухоль вроде вся уменьшилась, очень хороший результат, но появилась какая-то зона изменённого сигнала в задних отделах больших полушарий, очень маленький очаг контрастного усиления, ну и при ПЭТ-исследовании мы видим, практически отсутствует накопление в зоне первичной локализации опухоли и высокое накопление в задних отделах полушарий, то есть те зоны изменённого сигнала, это инфильтративный рост, который как раз и начался от периферии облучённой опухоли. Хочу подчеркнуть, что накопление метионина не зависит от контрастирования на МРТ, и контрастно-позитивные, и контрастно-негативные отсевы также замечательно видны, независимо от наличия контрастирования. Ну вот так вот выглядят метастазы, лептоменингиальное метастазирование при медулобластоме червя-можечка, и, ну конечно, на МРТ вы тоже не пропустишь, мы видим контрастирование мягкой мозговой оболочки, но тем не менее на ПЭТ-исследовании как ярко видны все эти метастатические очаги, но они толстые, большие за счёт именно, так сказать, пространственного разрешения метода, что у нас всё размазывается, и поэтому это всё выглядит такими большими очагами. Кстати, здесь вот облучённый очаг в переднем роге бокового желудочка, он характеризуется низким накоплением, то есть это не растущая опухоль, это остаток опухоли с низким накоплением. Ну не всякое контрастирование оболочек, вы знаете, это имеет опухолевый генез, и здесь вот пример, когда контрастирование оболочек имеет, так сказать, другую природу, и поэтому никакого повышенного накопления мы не видим, а видим повышенное накопление, соответственно, пилоситарной астроцитомии в подкорковых структурах, которая, так сказать, стабильный остаток опухоли. Здесь много говорили о метастазировании в позвоночный канал, и вообще поднимается вопрос, вообще, какова роль ПЭД для оценки спинного мозга, но мне кажется, что ПЭД не имеет никаких преимуществ для оценки метастатического поражения спинного мозга у детей именно в силу ограничения пространственного разрешения метода, и чаще мы используем ПЭД у взрослых для дифференциальной диагностики интермедулярных образований, это опухоль, не опухоль, причем они должны иметь соответствующий размер, а так как метастазы все-таки у детишек имеют маленький размер, то мы их можем не увидеть, а если их мы видим, то они видны и на МРТ, как в этом случае мы видим утолщение оболочек вдоль шейного и грудного отдела спинного мозга, и в задней черепной яме, ну и при ПЭД-исследовании мы, конечно, видим повышенное накопление, вот оно четко соотносится со спинным мозгом, но это все видно и на МРТ, поэтому когда на ПЭД видно, на МРТ тоже видно. Единственное, наверное, показание, которое можно рассматривать, это оценка после лечения, когда сохраняются достаточно толстые какие-то измененные оболочки у больного, и надо понять, какова активность процесса, тогда, может быть, ПЭД будет иметь значение, то есть при активном процессе мы получим накопление, а если это уже, так сказать, какие-то резидуальные изменения, то накопления у нас не будет. И, так сказать, в последнее я хотела подчеркнуть, какую роль ПЭД играет при стабильной МРТ картине опухоли, потому что здесь у нас могут быть целых четыре варианта изменений. Это негативное или умеренно повышенное накопление РФП без динамики, то есть либо нет остатка опухоли, либо это совершенно стабильный остаток опухоли, либо мы наблюдаем постепенный регресс метаболической активности вплоть до ее нормализации, при этом МРТ опять-таки остается стабильным. А могут быть противоположные ситуации. У нас, наоборот, начинает возрастать индекс накопления, как первый признак активизации роста глиома. На МРТ еще ничего не изменилось, величина опухоли остается стабильным, а ее метаболическая активность уже возрастает. И, кроме того, мы можем просто в силу высокой контрастности ПЭД увидеть какие-то новые очаги при очень малозаметных нарушениях на МРТ. Они есть, но просто глазу рентгенолога они не бросаются в глаза. Здесь пример как раз регресса метаболической активности на пластическое астроцитомо правого зрительного тракта до лечения и после 9 месяцев химиотерапии и радиохирургии мы видим практически нормализацию метаболической активности в этой зоне, несмотря на то, что размеры опухоли остались прежние. Здесь смущало наличие контрастирования в послеоперационной кисте, которая, в принципе, является глиомезодермальным рубцом, но, тем не менее, было подозрение на то, что это остаток опухоли. При ПЭД-исследовании мы ничего не видим, никакого повышенного накопления. У этого ребёнка в течение 10 лет, по крайней мере, в головном мозге ничего не возникло, но возникли злокачественные полипы в кишечнике. В последний раз она к нам приехала смотреть всё тело. А при этом в головном мозге всё было стабильненько. И вот опухоль ствола у ребёнка, опять-таки, стабильные размеры. На МРТ практически никаких изменений, за исключением сдавления третьего желудочка, никакого контрастирования нет. Но мы видим, при том, что опухоль в стволе мозга остаётся стабильной, в подкорковых, в таламусах подкорковых структурах накопление резко возросло, то есть чётко виден продолженный рост опухоли, который практически не визуализируется на МРТ. Это не очень частая ситуация, но бывает. Вот так вот выглядит оболочечное метастазирование при позитронно-эмиссионной томографии, то есть очень высокая контрастность. И когда даже по МРТ была оценена как положительная динамика, потому что контрастирование в зоне первичной локализации опухоли в правом зрительном бугре уменьшалось, тем не менее обратили внимание, что какое-то утолщение оболочек, но при ПЭТ мы видим активную опухоль в зоне её первичной локализации и выраженное поражение оболочек правого большого полушария. Ну, это не мы показали, это же онкологи, вы показали, что прогноз у детей всё-таки лучше, когда достигнут полный ответ на лечение. Вот, а я посчитала у взрослых больных, ну и привела данные по взрослым больным с глиальными опухолями, действительно у них продолжительность безрецидивного периода при полном метаболическом ответе на лечение существенно дольше, чем при частичном метаболическом ответе на лечение. Таким образом, вот в послеоперационном периоде мы должны, если видим очаг повышенного накопления метеонина, должны ответить на вопрос, это продолженный рост, это остаток опухоли, или вообще не опухолевый генез, если это продолженный рост, это произошла малигнизация ранее доброкачественной опухоли или нет, паттерна роста глиомы или какой-либо другой опухоли определить и её величину. От этого зависит выбор тактики лечения, системная терапия или, возможно, использовать какие-то локальные воздействия. Конечно, они без проблем. Диагностика в детской нейроонкологии, в частности, пилоидные астроцитомы, очень сложно оценивать при использовании метионина, потому что они характеризуются и вообще контрастным усилением на МРТ, и высоким накоплением метионина при ПЭД. Но это обусловлено не повышенной метаболической активностью, а скорее сосудистым компонентом опухоли. Поэтому судить, так сказать, о злокачественности, например, астроцитом, когда подозревается пилоцитарная астроцитома или её метаболической активности, мы не можем. Поэтому если мои доктора пишут пилоцитарная астроцитома после лечения и пытаются написать активность, я их всё время бью по рукам и говорю, нет, сосудистый компонент. Кроме того, у нас существует физиологический захват метионина, вещества воролиевого моста после лучевой терапии. То есть у нас даже соотношение воролиев мост-мозжечок может достигать 1,6, поэтому очень сложно оценивать опухоли, диффузные опухоли ствола, и необходимо сопоставление, точное сопоставление данных МРТ и ПЭД. К счастью, мы это сейчас имеем возможность, фьюжн на рабочих станциях. И вообще опухоли ствола – это отдельная тема, которой надо заниматься. Я всё жду доктора, который этим займётся. Ну и, конечно, ограничение методов оценки мелких очагов контрастного усиления в структурах ЦНС, когда они до 5 мм. может быть ложный негативный результат. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ